Я сегодня хочу читать одно место. Это очень большая книга, очень много оттуда можно подчеркнуть. Я вообще всем рекомендую прочитать и не один раз, несколько раз эту книгу. Но она открывает нам очень важную вещь, с которой мы должны научиться жить. И если мы научимся жить, если мы примем это, то никакие страхи, никакие сомнения, переживания не смогут одолевать нас, не смогут мешать нам жить. Давайте мы начнем читать, и я хочу, может быть, кого-то в первый раз познакомить с этим человеком, кому-то просто напомнить книга Иова. Книга Иова, первая глава. И вначале я хотел бы прочитать об этом человеке. Библия нам дает его характеристику, то есть, знаете, вот как характеристика в школе, когда мы заканчиваем школу, нам дают характеристику. Вот у меня в девятом классе такая ужасная характеристику мне дали. Лучше ее и не смотреть. В одиннадцатом уже получше. Вот есть некая такая характеристика, когда со стороны люди могут описать или охарактеризовать вас и вашу жизнь. Или на основании вашей жизни охарактеризовать именно лично вас. И вот в Библии, в книге Иова, есть такая характеристика, то есть, каким был этот человек. Давайте мы посмотрим. Был человек в земле Уц, имя его Иов, то есть, вот характеристика дана Иову из земли Уц, да, так, с современным языком. И далее. И был этот человек непорочен, справедлив, богобоязенен и удалялся от зла. Вот хорошая правда такая, хорошая характеристика. В этих четырех фразах скрывается все самое лучшее. Это, конечно, краткое обозначение его характера, но под этой краткой характеристикой скрываются очень глубокие и важные вещи. Даже вот если непорочен или справедлив. Далее мы видим, и родилось, и родились у него семь сыновей и три дочери. То есть, человек был многодетным отцом. У него было десять детей. Слава Богу, за десять детей. У нас в церкви нет десять детей. Это что, у Антона есть Кудрявцева десять. У нас нет. Далее, смотрите. Имение у него было семь тысяч. Идет перечисление его имения, богатства. Действительно, этот человек был очень богатым. И когда говорят, ну невозможно быть богатым и честным, это неправда. Мы читаем характеристику Иова. Иов был богатым человеком, но при всем своем богатстве он был человеком непорочным, честным, справедливым, удаляющимся от зла. Значит, можно быть богатым и добрым, и честным. Поэтому выбросите это из головы. Имение у него было. Идет перечисление семь тысяч мелкого скота. Три тысячи верблюдов. Просто представьте, я хочу. Вот верблюд. Вы представляете верблюд. Кто видел верблюда? Кто видел верблюда? Дети видели верблюда? Хоть раз. Некоторые. Это огромный такой верблюд. Большой. У него было три тысячи. Но в то время верблюды, это как караван верблюдов. Это как будто ты имеешь три тысячи фур. Фура. Фура это большой грузовой автомобиль, который передвигается по всей стране и перевозит грузы. Три тысячи верблюдов. Пятьсот пар валов. Пятьсот пар – это тысяча валов. Пятьсот пар – это как пятьсот тракторов сейчас. Ну, на валах раньше землю пахали, сели, жали и так далее. Пятьсот ослиц. Представьте таксопарк. Алло, ладо, такси там или как? Тут ослица. Целый таксопарк. Пятьсот ослиц. И далее весьма много прислуги. То есть за всем, за этим хозяйством, имуществом нужны были люди. Мы видим, этот человек был мудрым. Он правильно распоряжался тем, что Бог давал ему. Далее Библия говорит, что этот человек был знаменитым. На всем Востоке. Если бы вы в то время приехали и спросили, а знаете ли вы Иова? Все говорят, конечно, мы знаем Иова. Он был знаменитым. Но это не та знаменитость. Знаете, сегодня мы так смотрим на какую-то знаменитость, и нам плеваться хочется. Что он вытворяет или что она вытворяет? Знаменитость. В то время немножко это все было по-другому. Иов был знаменитым человеком. И когда люди говорили о нем, они сразу представляли, что этот человек был справедливым. С уважением говорили о нем. С уважением. Давайте мы посмотрим теперь. Я хочу немножко сделать отступление. Мы уйдем от характеристики. Мы кое-что посмотрим. Мы перенесемся теперь в небо. То есть вот живет на земле человек. Все вроде бы у него хорошо. И дети. И у каждого ребенка, у каждого сына свой дом. И хороший достаток. И он вроде бы все у него, он добрый. Все вроде бы хорошо. Все здорово. Живи, радуйся, наслаждайся жизнью. В принципе, это то, к чему каждый нормальный человек стремится. Иметь все, иметь детей, спокойствие и быть еще добрым. Правда? Постараться бы. Но теперь давайте мы перенесемся, мы в другое место. С земли мы перенесемся на небо. И мы посмотрим, что в то время, когда Иов жил, в самом своем расцвете, на небе тоже что-то происходило. И вот посмотрите. Шестой стих. В один из дней. Я пытаюсь, буду говорить своими словами, но текст нужно, чтобы показываю, чтобы вы читали, примерно слушали. В один из дней пред лицом Господа пришел Сатана. То есть Иов живет на земле, но в один из дней пред лицом Господа пришел Сатана. То есть то, чего мы не видим. И то, чего не видел Иов. И Господь, смотрите, Он говорит, Он начинает разговор. И Он спрашивает у Сатаны, откуда ты пришел? И отвечал Сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. То есть, друзья, мы должны понять, что дьявол, он ходит по земле. Он обходит ее. И сказал Господь Сатане, а ты обратил внимание на одного человека, который живет на Востоке? И Бог конкретно указывает ему и говорит, обратил ли ты внимание на Иова? Посмотрите, что делает Бог. Он побуждает дьявола обратить внимание на Иова. Для нас это хороший сигнал. Нам нужно обращать внимание на Иова. Нам нужно обращаться к этой книге, читать ее. Обратил ли ты внимание? И дальше сам Бог дает характеристику. Нет такого, как Он. На всей земле. Это единственный такой человек. Он непорочный, справедливый, богобоязненный. И он всегда удаляется от зла. Сам Бог дает характеристику. Вот я сегодня подумал. Ну ладно, в девятом классе у меня было плохое поведение в школе. И моя учительница Виктория Григорьевна, она написала мне характеристику соответственно тому, какой я. В одиннадцатом классе меня пожалели, ну потому что я еще немножко и повзрослел, поумнел, как говорится, да. Характеристика намного лучше. Но сегодня я подумал, интересно, а какую характеристику, вот если попросить Господи, напиши характеристику, какую характеристику ты дашь мне. И мы видим, у Иова была, как это, безупречная характеристика. Безупречная. Это при всем при этом он жил в Ветхом Завете. Он не был ни священником, ни пророком, ни царем. Он был обыкновенным человеком. Мы видим, что Господь показывает дьяволу разговор. И сатана, послушайте, он отвечает Господу на это. Он говорит, знаешь, все это не даром. Это не даром. И дальше десятый стих, то с чего я начал. Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Посмотрите. Первое, дьявол признает. Что он признает? Он признает, что Бог оградил Иова и все, что было у Иова. Слово оградил означает поставил ограду, забор. Вы знаете, для чего мы делаем забор? Для чего мы ставим забор? Вот у нас детская площадка, и у нас есть забор. Для того, чтобы защитить. Забор для того, чтобы защитить ограда. И есть разные заборы, есть разные ограды. У нас на Арджиникидзе 53-1, следственный изолятор. Кто был там, поднимите руки. Вижу, ага, много. Вы видели, какой там забор? Там не просто забор. Заборище, сестры говорят, заборище, но то, что вы видите, это одно. Там еще несколько заборов. То, что вы видите, вот это заборище, это всего лишь маленькая часть от того, что там еще забор, еще забор, еще забор, потом еще колючка, потом еще решетка. Охрана, видеокамеры. И туда невозможно пробраться. Братья, полезли через забор в СИЗО, перелезем, посмотрим, как они живут. Не получится. Дьявол, послушайте, это важная вещь, признал, что Бог поставил свою защиту над Иовом и над всем, что Иов имел. Сегодня я даже сделал такой для себя, как рисунок. Иов, его жена, его дети, его дом, дома его детей, имущество, которое он имел, здоровье, его бизнес, люди, которые занимались бизнесом, его овцы, верблюды, все, что он имел, все было под защитой Бога, аллилуйя. Все было под его защитой. И дьявол ничего не мог сделать. Он не мог прикоснуться ни к одной ослице. Прикоснуться не мог. Он не мог прикоснуться ни к одному верблюду. Даже если этот верблюд был совсем на другом конце земли, дьявол не мог прикоснуться к нему, потому что этот верблюд принадлежал Иову. А все, что было у Иова, было под защитой Бога. Братья и сестры, мы должны принять это слово. Если мы приняли Иисуса, если мы ходим с Ним, если мы любим Его, Бог защищает нас. И все, что мы имеем, находится под Его защитой. Я не вижу Ваню Павлова. Ваня, где? Где Ваня? Ваня, можно тебя с Катей? Пойдем. Катерина, сегодня ты звезда. Сюда, да, если можно. Если можно, не бойся. А папа, отпусти. Папа, отойди немножко подальше. Посмотрите, ребенок в данной ситуации, он беззащитен. Он беззащитен. Это правда? Да. Но когда она рядом с папой, попробуйте теперь за братья. Попробуйте коснуться. Попробуйте ущипнуть ее. Попробуйте причинить ей боль. Что произойдет? Подожди. Но мускулы Ивана намного слабее, чем сила и могущество нашего Господа. Братья мои, сестры, зачем вы убегаете от Бога? Почему вы отпускаете руки, свою руку выпускаете из руки? Почему бы вам не сидеть на его руках? Почему бы вам не обнимать, так как обнимает эта девочка своего отца? Мы очень часто выходим из-под защиты Бога. Сами. Мы оставляем, мы выходим. Но в чем особенность Иова? Иов понимал, что если не будет ограды Божьей, если не будет защиты Божьей, он может в одночасье все потерять. И знаете, когда мы читаем эту историю, мы вдруг понимаем, что он как будто был готов. И в один из дней он все потерял, но он знал, и он понимал, что все, что он имеет, не просто дал ему Бог, но и Бог охраняет это. Пойдешь ко мне на ручки? Ага. Второе, что делал дьявол? Дьявол пытается убедить Бога. В чем? Ну, конечно, ты его оградил, ты поставил свою защиту. Конечно, он будет непорочным. Конечно, он будет богобоязненным, удаляющимся от зла. Дьявол пытался опорочить Иова. Он пытался убедить Бога в том, что Иов продажный. К сожалению, это отображает сущность дьявола и многих верующих людей, потому что есть люди, действительно, я встречал таких людей, и сам был, попадал в такое выскушение. Да, Господь, я буду тебе служить, если ты дашь мне хотя бы парочку верблюдов. Вот парочку верблюдов ты мне дашь, я буду тебе служить. Какой толк от того, что я служу тебе? У меня даже нет своей квартиры. Поэтому мне нет смысла быть непорочным, богобоязненным, удаляющимся от зла. Мне незачем, потому что у меня ничего нет. У меня нет даже одного процента того, что было у Иова. И вот эта сущность «ты мне, я тебе», она не от Господа. Мы видим, эта сущность вылазит из искушения, и дьявол говорит, ну, конечно, ты же оградил его все, все, что он имеет. И дальше, 11 стих, посмотрите. «Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И дальше. «И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей, и отошел сатана от лица Господня». А теперь я хочу обратить ваше внимание последующее, поэтапно. Есть в этой жизни, в духовном мире, есть две руки. Есть рука Господа и есть рука дьявола. И это огромная разница между ними. Рука Господа, мы видим, если рука Господа на человеке, а из этой руки выходит все самое лучшее, доброе. И мы видим, когда рука Господа была на Иове, он имел благословение в своей жизни, в семье, он имел благословение в детях, он имел благословение в имуществе, во всем, что он имел. Он имел благословение. Рука Господа была на Иове. Но есть другая рука в духовном мире, рука дьявола. И все, к чему прикасается дьявол, оно идет на разрушение. Вы думаете, почему семьи разрушаются? Христианские семьи даже. Потому что рука дьявола прикоснулась. Я не говорю уже, почему она прикоснулась, по какой причине. Но Библия ясно нам говорит, не давайте место дьяволу. И христиане, дающие место дьяволу, они не подозревают того, что посадив его рядом с собой, дав ему маленькое местечко, дьявол не будет просто сидеть. Он будет прилагать свою руку. Все, что мы видим в этом мире, все, что нас ужасает. Злость, ненависть, убийство, катастрофы, разрушение, смерть, болезни. Над этим есть рука дьявола. В один из дней, вот просто представьте картину. У вас все хорошо. Вы живете довольны жизнью. В один из дней вы теряете все. Просто представьте, вот это то, что пережил Иов. И мы уже знаем эту историю наперед, но он не знал, что на небе происходит разговор. И он теряет все. Он теряет свое имущество. Какую-то часть имущества украли. Всех слуг убили. Другая часть имущества пришел огонь. Какое-то природное явление уничтожило. Дети собрались все в одном доме, праздновали. Радость была, праздник. Пиццу заказали. Все хорошо. Пришел ураган. И накрыл их всех. Все дети погибли. Все погибли до единого. Три дочери, семь сыновей, все погибли. Все за один день. Он потерял. Вы видите, как рука дьявола, как рука Господа действует, и как действует рука дьявола. Дьявол прикоснулся к тому, что имел Иов. И это все начало уничтожаться. Все. Посмотрите далее. Он заболел страшной болезнью, проказа. С головы до пят. Он покрылся этой смертельной болезнью, этими язвами, проказа. От него исходил страшный запах. И жена. Она пришла к нему и говорит, Иов, ну ты посмотри, мы все, все потеряли, наша жизнь разрушена. Посмотри, неужели ты все еще будешь продолжать, быть верным Богу, продолжать славить Его? У него даже в семье взаимопонимание между супругой. Друзья мои, посмотрите, увидите разницу. Рука Божья, которая действует на созидание, на благословение, и рука дьявола. Иов пережил на себе руку Божью, и он пережил на себе руку дьявола. Что же произошло? Что произошло? Почему? Все же было хорошо. А вот что произошло. Бог открыл, он снял защиту. Мы видим это четко и ясно. Бог разрешил дьяволу коснуться рукой, своей рукой Иова. Он разрешил. И меня это радует. Не знаю, как вас. Почему? Я пытаюсь объяснить. Потому что если я верующий человек, и я следую за Иисусом, и Господь является моим отцом, и Господом, и Спасителем, я уверен в том, что Бог ограждает меня. Он защищает меня. Я нахожусь под защитой Бога. Мои дети, моя жена, все, что я имею, оно под защитой Бога. И если даже вдруг что-то происходит, на небе ведется какой-то разговор обо мне, и я его не знаю, но что-то происходит в моей жизни, и вдруг я начинаю ощущать и чувствовать на себе, что как будто дьявол прикасается ко мне. И я понимаю эту важную вещь. Бог разрешил ему. Бог разрешил ему прикоснуться к тому, что я имею. Это понятно нам или нет? Ну, как-то не хочется. А для чего ты, Бог, разрешил? Для чего? Посмотрите, Господь сказал сатане, все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. В другом месте там же сказано, только душу его не трогай. То есть Бог позволял дьяволу прикасаться к Иову, ограничивая его в его действиях. Его не трогай. Имущество верблюдов можешь, а его самого не трогай. Потом опять у них разговор. Хорошо, коснись тела Иова, но душу его не трогай. То есть вы видите, Бог не полностью снял защиту с Иова, не полностью разобрал ограду. Он постепенно, Он ограничивал. Послушайте, друзья, Бог никогда, никогда не допустит в нашей жизни перенести трудности, страдания, скорбь или болезни, или несчастья сверх наших сил. Никогда. Бог никогда не нагрузит нас обстоятельствами, которые бы раздавили нас. Никогда. Я спрашиваю, тогда почему, Господь, ты допустил это? У тебя спор на небе там с дьяволом, но это понятно. Ну а я-то тут при чем? Я при чем? Да? Такое можно подумать? Давайте мы прочитаем с вами еще один текст. Первое послание апостола Петра. Первая глава. Шестого стиха. Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Посмотрите, мы видим здесь апостол Петр говорит о скорбе, он говорит, поскорбев немного, если нужно. Вот это вот словосочетание если нужно. Вы знаете, друзья, некоторым очень нужно поскорбеть немного. Если не нужно, то Бог знает, и не нужно. Но некоторым оказывается, очень нужно поскорбеть. Почему? Что происходит в испытаниях? Что происходит в этих тягостах? Что происходит, когда дьявол прикасается к нам по Божьему разрешению? Происходит испытание нашей веры. Богу абсолютно, Он знает наше сердце, написано, Он взвешивает сердца, Он знает наше сердце. Тогда если Бог, Ты знаешь все в моем сердце, зачем Ты проводишь меня через это? Зачем Ты позволяешь дьяволу прикасаться ко мне, к моим детям, к моему имуществу, к моему здоровью? Зачем? Вы знаете, испытания, они нужны нам, потому что через испытания мы можем увидеть, какие мы, кем мы являемся на самом деле. когда давишь на фрукт, на фрукт, что происходит? Выдавливается его содержимое. И если фрукт внутри гнилой, при давлении гниль обнаружится, и возможно даже по запаху обнаружат и другие. но если фрукт, он хороший, и на него давишь, то оттуда потечет сок, который будет полезным. когда мы проходим испытания, мы по-настоящему можем увидеть, какие мы. всякое испытания несет за собой искушение. Искушение к чему? Согрешить. Искушение отступить от Бога. Искушение засомневаться. Просто представьте, что вы потеряли все имущество. Что начнет происходить с вашей верой? Или что обычно происходит? сгорела машина, квартиру там забрали. Вы все потеряли. Что происходит с нами? Боже, сразу первая мысль. Боже, где ты? А если ты вообще? Иов пережил намного больше. А просто представьте, если у вас умер ребенок, а он потерял десять. Искушение приходит всякий раз за испытанием. Жена пришла и она искушала его. Иов, ты в болезни, ты все потерял, посмотри. Неужели ты будешь все еще твердым? Но Иов был твердым. Его ответ был очень простой. Его трудно было сказать. Потому что это мы так просто проходим по страницам Библии, мы читаем с легкостью. Но если мы переживаем через это, это не так просто сказать. Знаете, его ответ был таким. Я в этот мир пришел без всего. Без всего. Я голый пришел. И я уйду отсюда. Бог мне дал все, что я имел. И все это богатство и мудрость и жену и детей и возможность. И Бог же и взял. и он вправе это сделать. И да будет имя Господне благословенно. И может быть я что-то не понимаю, что там происходит на небе, но я всегда и все равно останусь верным Богу. Да, может быть я от этой проказы сгнию и умру, но я не отрекусь от своего Господа. И знаете, что Бог, он через поступок Иова, он стыдил дьявола. Послушайте, наша жизнь, она может стыдить дьявола. Испытание. Бог позволяет на время дьяволу касаться нас, испытывая нас, проводя нас через долины плача, проводя нас через какие-то трудности, скорби возможно, возможно болезни. Мы заглядываем в свое сердце и мы не находим в нем греха, потому что мы верны Богу. Я не говорю сейчас о страданиях за грех, за наказание, не об этом говорю. Я говорю, когда мы заглядываем в сердце и говорим, Господь, а что я сделал не так? Боже, и я не нахожу в своем сердце греха, я прав пред тобой, Боже, ты знаешь, я старался, я стремился, и ты не понимаешь, что происходит. Бог позволяет на время чему-то быть в нашей жизни, чтобы испытать нас, чтобы показать нам нашу веру, чтобы что-то изменить в нашем характере, в нашем сердце, научить нас любить, правильно реагировать на сложившуюся ситуацию. Это на время, не всегда, мы знаем, пришел тот день, когда Бог вновь поставил свою охрану, Он поставил свою защиту вокруг Иова и того, что было у него, и благословил, возложил на него свою руку. И вы знаете конец Иова? Он велик. То, что он имел, теперь он имел в два раза больше. Сколько было у него верблюдов? Сколько? Три тысячи. Три тысячи стало? Шесть тысяч. Куда ни глянь, фуры едут Иова, Иов, Иов. Знаете, как фирма фуры. Куда бы ты в стране одни иововские фуры ходят? Транспортная компания Иов по всей стране. Бог благословил его. Благословил жену. Представьте, женщина за свою жизнь двадцать детей родила. Сестры, просто представьте. Сестры, представьте, двадцать детей родила, сама родила. Это чудо или нет? В наше время Наталья говорит, это чудо. Двадцать. На это действительно нужны силы, братья, сестры. Нет, она еще десять родила. Тридцать. концовка нам больше нравится, да? У него родилось так же семь сыновей и три дочери. Три дочери были самые красивые девушки на всем востоке. Знаете, что значит, когда твои дочери самые красивые девушки на всем востоке? Что это значит? Иов благословил, был благословен, Бог благословил Иова. Мы читаем его конец, он удивителен, но то, через что он прошел. Я хочу еще прочитать в конце один текст. Первая Коринфянам, десятая глава. Тринадцатый стих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Даже если Бог позволяет руке дьявола коснуться нас, Он контролирует ситуацию. Ваня, можно тебя с Катей? Катя, ты сегодня звезда, я тебе сказал. Вы видите, контролирует ситуацию. Даже если, послушайте, даже если Бог позволяет коснуться дьяволу нас, Он все равно контролирует ситуацию. Ну, Ваня, не Бог. Но Он контролирует ситуацию, вы понимаете? Мы очень часто думаем, когда мы попадаем в какую-то беду или в какую-то сложность, в скорбь, мы думаем, что Бог оставил нас. Выбросите это из головы, это дьявольский обман. Бог никогда нас не оставит. Никогда, запомните, слишком большая цена была заплачена за нас, Он никогда нас не оставит, ни в каких ситуациях. Он рядом с нами. Вас постигло всего лишь искушение человеческое, оно короткое, оно нужно. Может быть, ты до конца ничего не понимаешь, и не надо понимать, ты просто доверься Господу. Начни читать Псалом, Псалом 22. Господь, мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажетях, водит меня к водам тихим, если пойду долина тени смертной, не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со мною. Ну как, я не вижу тебя, я не вижу тебя в этой долине зла, я не вижу, но я верю, потому что ты со мною, и твой жезл, жезл и посох, они успокаивают меня. Жезл и посох, власть, сила и могущество Божье, оно успокаивает меня, успокаивает тебя. давайте мы встанем на наши ноги для молитвы. может быть сегодня ты проходишь через какую-то долину плача, долину тьмы, долину испытаний, тебе нелегко и трудно, может быть ты такой потерянный, ты в сомнениях, послушай, Бог рядом, хватись за Него, все через что ты проходишь, поверь мне, поверьте мне, все через что мы проходим, это временно. В моей жизни был такой период, я думал, когда же все это закончится, когда все это закончится, я не знал, я думал, это никогда не закончится, заканчивается, проходит, проходит, и это тоже пройдет, слава Богу, что все проходит, пройдет, но нам нужно пройти, вы знаете, легко проходить, легко идти, когда все хорошо, все так у тебя сладко, гладко, едешь себе на одном из верблюдов, покачиваешься, семечки щелкаешь, и так аллилуйя, песню спеть, это легко, но когда тебе трудно, не так легко это все, это правда нелегко, но именно через это мы становимся другие, знаешь, если ты не был инвалидом, тебе очень сложно понять инвалидом, я до конца не понимал инвалидов, пока им сам не стал, пока очереди за инвалидностью не постоял, я их не понимал, я помню, приходил на собрание, подходил к пожилым сестрам, и говорил, сестры, как у вас здоровье, как дела, они говорят, вот суставы, погода, вот суставы, я говорю, сестры, какая погода, что вы придумываете, а когда случилось, действительно, на погоду суставы оказывается, погода, это правда, нам очень сложно понять, как живет пенсионер, если мы не прошли через какой-то период в жизни, если мы в течение полгода не жили на 8 тысяч, при всем при этом оплачивали коммунальные услуги, еще и помогали своим детям, и как на этом можно прожить, и нам это непонятно, пока мы не проживем, мы не можем ценить, не можем понять пенсионера, но когда мы проходим через это, тогда мы по-другому относимся к этим людям, если ты болел онкологией, прошел через это, ты знаешь, ты знаешь, через что нужно пройти, ты знаешь, как утешить, если ты никогда не терял ребенка, ты не сможешь понять, что значит похоронить своего сына или дочь, и ты не можешь понять и утешить этих людей, Бог работает над нашим характером, не отвергайте, не отвергайте даже тогда, когда Бог снимает свою охрану, когда Он снимает свою защиту где-то на время, ограничивая свою руку, держитесь за Него, уповайте на Него, Он не бросит, Он поможет нам, Он не нагрузит, он, знаете, как Он, Он контролирует вес, лишнее, Он не допустит лишнее. Субтитры создавал DimaTorzok